Добрый день дорогие друзья! Рада вас приветствовать! Итак, у нас с вами второй прогноз для представителей знака Козерог на период с 22 по 31 августа 2022 года. Итак, дорогие Козероги, давайте с вами посмотрим, что же вас ожидает в этот период времени, какой он для вас будет, да, что он вам принесет, что вас ожидает в делах, в работе, в личной жизни, ну и, конечно же, в финансах, давайте посмотрим, Козероги. Так, ну здесь, смотрите, период будет относительно спокойный такой, вы будете больше погружены в ваш какой-то внутренний мир, да, то есть вы будете анализировать, что-то вспоминать, могут быть какие-то тревоги, что-то, обратите внимание на цикл Луны, то есть вот с Луной может быть что-то у вас связано, также вы будете искать вот внутри себя, да, какие-то ответы на определенные вопросы, анализ, анализ какой-то ситуации, вы будете думать над тем, как вам выйти из определенной какой-то сложившейся уже ситуации, как вам поступить, как вам взаимодействовать с другими людьми, то есть здесь будет очень много мыслей у вас в этот период, также вы будете заниматься делами, связанными с недвижимостью, с вашим домом, допустим, благоустройство дома, там, купля, продажа, то есть вот у вас могут быть какие-то хлопоты, связанные с домом, ремонт можете делать в этот период времени, там, генеральную уборку какую-то, ну и так далее. Давайте посмотрим, что же Козерогов ожидает в делах и в работе с 22 по 31 августа. Ну, у вас будет какой-то прорыв, вы знаете, здесь решится какая-то трудная для вас ситуация, то, в чём вы сомневались, вот вы переживаете, сомневаетесь, здесь вы можете даже в какой-то степени себя недооценивать на самом деле, то есть вот вы как будто бы считаете, что по отношению к вам, там, могут как-то плохо поступить, там, или как вас не заметят, или ещё что-то заметят, заметят, потому что вас как сотрудника, да, как партнёра вас очень ценят, и вы должны пересмотреть вот это отношение к себе на самом деле, то есть это вы вот как-то себя можете здесь обесценивать. Если мы говорим о ваших партнёрах, да, деловых, о вашем там руководстве, коллегах, то есть как раз здесь люди вас ценят правильно, и вы сможете в какой-то трудной ситуации, потому что по Луне это такая ситуация щекотливая, может быть, у вас в делах, вы сможете, скажем так, одержать определённую победу, несмотря на эти переживания, несмотря на какие-то там дурные мысли, вы сможете вовремя отреагировать, правильно что-то сделать, где-то промолчать, где-то вовремя что-то сказать и так далее, и у вас, перед вами открываются новые перспективы, новый горизонт открывается, вас ждёт дорога, ждёт успех, может быть, знаете, как развитие какого-то дела, развитие какого-то дела. Так, хорошо. Что ожидает Козерога в финансовой сфере? С 22 по 31 августа. Но здесь будет решение финансовых вопросов. Если у вас были какие-то трудности, то этот вопрос у вас решится, поступление денег у вас будет. Вы можете прикладывать усилия, здесь что-то может быть связано с вашим домом, с работой, как с офисом, с тем местом, где вы находитесь, вы решать какие-то ещё вопросы будете. Может быть, подписывать документы вам надо будет. Можете ходить в этот период в банк, обращаться в какие-то такие вот структуры финансовые. Но здесь поступление денег будет. Вы решите какой-то трудный финансовый вопрос. Вот эти все сомнения, они у вас уйдут. Всё будет в порядке. Иллюзии, да, вот эти все какие-то мысли, всё это уйдёт. Вы будете правильно оценивать то, что происходит на самом деле. Так, хорошо, что козерогов ожидает в личной жизни с 22 по 31 августа. Ну, я так думаю, что здесь в этот период времени вам придётся договариваться. То есть в зависимости от того, кто смотрит, мужчина или женщина, здесь придётся вам договариваться. Могут быть какие-то у вас, знаете, здесь не то чтобы трудности, как какая-то определённая тяжесть, да, то есть вот тяжело, устали, устали на работе, устали от каких-то там сторонних вопросов, проблем и всего остального. И вот вы здесь будете совместно решать, что вам делать в той или иной ситуации. То есть вы будете действовать сообща, сообща. Если смотрит женщина, да, то есть вы должны понимать, что у вас есть, скажем так, человек, который за вами также наблюдает, вот за вашими отношениями, да, за вашей семьёй, проявляет к вам интерес. Я говорю о мужчине, я говорю о мужчине, то здесь как двое мужчин получается. Если смотрит мужчина, то что тут, ну что тут, женщина, с которой вы живёте, да, с которой у вас там партнёрские отношения, она испытывает к вам определённые чувства, она является вашей опорой, она ваша любимая женщина. Но вы должны понимать, что она также вызывает интерес у других мужчин, то есть вот как-то так. И вот вы будете стараться как-то этот вопрос для себя решить, то есть чтобы не было никаких там конфликтов, недосказанностей, ещё чего-то. Вы будете выходить здесь из какой-то трудной ситуации. Но выходить вы будете вместе, вы как пара, вы идёте здесь вместе, вы друг друга будете поддерживать. Здесь идёт поддержка. Так, если вы не в отношениях, но хотите, да, то есть вот у вас там, допустим, там запланированы встречи какие-то, то что здесь? Вы можете с кем-то встретиться, допустим, вы можете общаться, но вы будете понимать, что этот человек как бы не совсем вот ваш. То есть вот если вы проявляете там кому-то интерес, да, у вас кто-то есть на примете, то вы поймёте, что это не то, не та женщина, не тот мужчина, то есть вот как-то так. Вы поймёте, что счастье ваше вот будто в другой стороне, то есть как-то так. Вот такой у нас получился с вами расклад, и я благодарю вас за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мне всегда приятно. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok